Существует более глубокое представление о себе, согласно ведам мы имеем, ну то есть каждый человек к себе относится с трех позиций. Первая позиция очень распространена, то есть я, Олег Геннадьевич Тарсунов, мне 47 лет, я женат, характерно артические стойки, порочных связей не имеет там и так далее. То есть я тело, вот тело такое в этом одеянии, врач там и так далее. Понимаете, это первый вариант самооценки. Второй вариант самооценки. Я ученик своего духовного учителя. Вячеслав Назаров это не врач для меня, а мой близкий соратник, который много лет в жизни верно помогает мне. Я его очень люблю. То есть это другой подход жизни. Понимаете, то есть вот этот второй подход, он очень ценный и важно знать, что этот подход второй, он меняет все. Все в нашей жизни. Например, за какой красотой женщина должна гнаться или к какой красоте она должна стремиться во втором подходе, внутренней. Потому что если ты живешь на этой платформе, то если ты, допустим, выбираешь себе жену, то тебе уже не сильно интересно, как она внешне выглядит. Это интересно, конечно, но это не самое главное уже. Это на втором месте стоит. Это очень и очень важно понять. Потому что большинство людей находятся вот на этой внешней платформе жизни. И поэтому они соответственным образом и пытаются решать проблемы своей судьбой. Но Аведы говорят, что это невозможно с помощью вот этой внешней платформы жизни решить проблемы. Потому что есть такое понятие, как внутренняя жизнь. Итак, есть грубое тело, грубое тело, есть тонкое тело или психика человека, есть душа. Это я сам, я душа. Вы видите меня как душу? Я вам сейчас объясню. Если бы вы увидели меня как душу, вы бы оцепенели, у вас бы оцепенение возникло такое. Волосы на голове стали дыбом, мурашки по всему телу пошли. И вы бы испытали чувство, которое невозможно испытать просто так на этой земле. Потому что душа, она исполнена удивительных качеств. Она удивительная по своей природе. Так ее описывают Веды. Мы такие удивительные все. То есть мы все удивительные, но мы так, как мы сами себя такими не знаем. То поэтому мы себя и ведем соответствующим образом. Как в анекдоте зайчик подпрыгал к лягушке и говорит, ты что такая зеленая? Она говорит, я просто болею. Я вообще на самом деле беленькая, мягкая и пушистая. Но так как я болею, я поэтому зеленая и вонючая. Она так себя описала. И зайчик ее увидел вот по-настоящему, как душу в этом случае. Потому что мы сами должны сначала себя такими понять. Понимаете? Потому что мы временно находимся в этом существовании, в котором мы находимся сейчас. То тело, в котором мы имеем, соответствует нашим желаниям и поступкам. То есть Веды говорят, что есть тонкое тело или психика человека. Оно создает грубое тело. Представляете? Это удивительно знать. Что в тонком теле существуют каналы специальные психические, которые называются шротасы. Эти каналы, когда тонкое тело, кстати, не умирает. И тонкое тело вместе с душой попадает, когда в сперматозоид, потом в яйцеклетку. Наступает оплодотворение. То есть тонкое тело вместе с душой заходит в анатомическую структуру определенную. Наполняет ее жизненной силой. И начинает развивать ее, эту жизнь изнутри. И кто такая мать? Это среда. Не мать выращивает ребенка, а ребенок выращивает сам себя в этой среде. По тому чертежу, который в нем заложен. Этот чертеж связан с поступками прошлыми человека, его желаниями. И чертеж этот может быть разным. Я сейчас вам некоторые шокирующие вещи буду говорить. Например, если человек хотел просто чисто таких вот радостей, допустим, наслаждаться сексом, хорошо, комфортно жить, кушать нормально там, ну то есть вот такие вот чисто земные радости, то человеческое тело для этого не подходит. Потому что в человеческом теле чувства, которые дают возможность удовлетворять вот эти желания, они развиты гораздо хуже. Например, в теле кошки, допустим, гораздо лучше, ну, испытывать комфорт, чем в теле человека. Обычный поросенок, он испытывает тысячу раз больше счастья от еды, чем человек. Если вы не верите, посмотрите ему в глаза, когда он кушает, у него глаза закатываются. Он испытывает огромное счастье. Он есть может гораздо больше, чем и по времени, и по продолжительности. И у него с пищеварением проблем нет. Медведь спит больше и качественнее, полгода спит, как бы попробуйте во полгода поспать, у вас не получится. Обезьяна сексом занимается пять раз в день, по часу, каждый половой акт, час длится где-то. И испытывает очень много счастья. Я это видел, как когда учился в Индии, в Айрведе. Видите, в теле антилопы можно бегать гораздо лучше, чем в человеческом теле, заниматься спортом. Орел видит в тысячу раз лучше, чем мы. Мы расстоим двух километров, видит маленькую букашку. И так далее. Если вы хотите наслаждаться в воде, то, пожалуйста, тело дельфина, мы не сможем. Никакие акваланги так плавать в воде, как дельфин, естественным образом. Не сможем. Поэтому существуют разные тела в этом мире. Разные вот эти тонкие тела. Тело желания называется по-другому на санскрите. Линга шарира. Значит, тело желания. То есть, это тело желаний, оно удовлетворяет по нашей потребности. Каждая жизнь, веды говорят, мы живем множество жизней. Каждая жизнь предназначена для разных потребностей. Например, если устал вообще жить, то можешь отдохнуть в теле дерева. Он вообще отдыхает, стоит. Отдохнул, дальше можно что-то делать. Все зависит от желания. Понимаете? И это, говорят, человеческая форма жизни предназначена не для семейного счастья. Это счастье испытывают животные гораздо больше, чем люди. У них верность естественным образом заложена в характере. Допустим, лебедь, и один лебедь умирает, второй за ним умирает следом. Не может, они не могут друг без друга жить. Представляете, какая верность? И у них нет семейных проблем каких-то в отношениях у лебедя. У нас есть. То есть, человеческая жизнь не предназначена для личного счастья. Человеческое тело предназначено только для постижения высшей истины. Высшая истина заключается в том, что у нас есть тонкое тело, которое не умирает. Кстати, это следует знать. Что мы, я не умираю, смерти нет. То есть, я это тонкое тело, я не грубое тело. Я не умираю. Почему мы боимся смерти? Потому что мы не знаем, что есть тонкое тело. Если бы мы знали, то вообще их ничего не бояться. Чего бояться, если я не умираю вообще? Грубое тело, оно все равно все время меняется. У кого не меняется тело, поднимите руку. У всех меняется. К чему, за что держимся тогда? Все время меняется. Я был маленьким, если я когда посмотрел недавно, если я на фотографию, я без штанов стоял, с куском колбасы вот таким в руке. И в чепчике, и в галстуке без штанов. Мне так родители судили. Я не похож вообще. То есть, я не похож на этого маленького ребенка. Ну, там, 4 года. Вообще не похож. Сейчас я совсем другой. Даже кто-то 15 лет назад пришел на мою первую лекцию в Риге. Я был совсем по-другому выглядел, не так, как сейчас. Так или нет? Кто был на первой лекции в Риге? Есть такие? Итак, тело меняется все время. Но я остаюсь тем же самым. Я не могу сказать, что он другой человек жил в этом теле. Не могу так сказать. Я тот же самый. Точно так же, веды говорят, я тот же самый, остаюсь в тонком теле, и потом опять вхожу в новое тело. Точно так же. С чем я вхожу? С тем, что я накопил в предыдущей жизни. И вообще человеческая жизнь предназначена для счастья. Для счастья. Но так как мы гоняемся не за тем, чем надо, то мы поэтому несчастны. Итак, веды утверждают, что вот это психическое тело, оно больше всего нуждается во внутренней жизни. Во внутренней жизни. Означает, что человек отвлекается от того, что он там смотрит по телевизору, книжки читает. Он садится и начинает просто прости, место прощания. Я скажу в этот раз, что просвет не погас. Я скажу в этот раз. Ну то есть он начинает с чувством думать, как-то раскаиваться в том, что произошло. Желать счастья. Ну то есть он начинает с чувством делать внутри себя что-то делать. Понимаете? То есть это очень ценно, делать что-то внутри себя. Потому что мы всегда, все время всем доказываем, что мы хорошие. Это, кстати, бесполезное занятие. Оно никогда не поможет, потому что люди-то знают, какие мы есть на самом деле. Хоть доказываем, хоть нет. Вот допустим, веды объясняют, что вы вот сейчас смотрите на меня. У вас есть три типа восприятия меня как личности. Первый тип – это очки, лысина, там, рубашка. Первый тип восприятия. Второй тип восприятия – логика. То есть я что-то говорю, есть связь или нет, он вообще связанно говорит или нет. И третий тип восприятия – это восприятие очень глубокое. Его очень трудно объяснить. По факту это означает, человек вот сам так считает или нет, он так живет сам или нет, он правду говорит или нет. Вот этот вот третий тип восприятия основной, он самый главный. Его очень трудно описать словами, но этот тип восприятия, третий, он идет от души. Даже не от тонкого тела. От тонкого тела – это логика, как бы это… Логика мысли, чувства, эмоции – это деятельность тонкого тела. Но душа, она интересуется только правдой, любовью и истиной. Истинными вещами, глубокими, ценными интересуется. Понимаете? И когда, допустим, человек очень логично все говорит, очень научно, но он просто рисуется, то душа говорит, я не хочу это слушать. Он говорит, слушай, это же научно. Сейчас вот все изучишь, будешь знать, как вести себя правильно. А душа говорит, я не могу уже, мне спать хочется на этой лекции, все, я не могу. Она засыпает, то есть она не может это слушать. Почему? Потому что нет жизни. Так, смотрите, жизнь, оказывается, это не деятельность ума, не деятельность ума, а не деятельность тела. Допустим, мы говорим, пойдем, покачаемся, а то что-то жизни нет, одна работа. Но жизнь – это не деятельность тела. Или пойдем, потанцуем, что-то жизни нет, одна работа. Но жизнь – это не деятельность тонкого тела. Что-то же такое жизнь. Жизнь – это деятельность души. Означает очень глубокие искренние отношения, которые очень труднодостижимы. Для того, чтобы прийти к этим внутренним отношениям, нужно реально очень сильно трудиться. Каждый день заново надо начинать, с утра. Это очень ценно знать. Почему? Потому что внутренние отношения дают самое глубокое удовлетворение человеку. И эти внутренние отношения, они имеют божественную природу. Они не строятся с помощью пусю-мусю. То есть, допустим, мы решили просто вопрос решить. Внутренние отношения, пожалуйста, сажаем мужа возле себя и говорим, давай пообщаемся. Олег Геннадьевич сказал внутренние отношения. У нас-то бы не было внутренних отношений. И чем это заканчивается? Такая вот близкая беседа. Чем? Болью. Болью она заканчивается, потому что боль-то была внутри, она никуда не делась. И так как у нас не было внутренних отношений, мы ее наружу вывели, получилась боль. Почему? Потому что люди в основном не живут же внутренней жизнью. Они просто от нее бегают. Телевизор, книги, музыка предназначены для того, чтобы убежать от себя. Они не предназначены для того, чтобы к себе привязать, потому что мы хотим отвлечься. Мы хотим отвлечься от того, что мы должны внутри себя делать. Смотрите, есть два типа деятельности. деятельность, направленная на то, чтобы себя развлекать. Или, если правильно сказать, это больно, но это правильно, отвлекать от того, что там внутри. И вторая жизнь, это та, которая прямо внутрь человека нацеливает. Человек отстраняется от телевизора, от книжек, от всего остального и начинает разбираться сам с собой. Вот эта жизнь, когда человек разбирается сам с собой, она уникальна. Она решает все вопросы. Именно на нее я буду нацеливать эту беседу. Прежде чем поговорить о ней, мы сейчас немножко с вами пройдем теории. Первое, что я хотел бы сказать, это то, что тонкое тело имеет три основные характеристики. это первая характеристика, это ум. Как раз в уме и происходит вся жизнь тонкого тела, психического тела. То есть там, в этом психическом теле есть чувство. Чувство это то, с чем мы соприкасаемся с окружающим миром. В буквальном смысле означает соприкасаемся, потому что когда я на вас смотрю, это не то, что, как говорят современные ученые, пучок света от вас попадает в сетчатку, образ ваш отразается в сетчатке и таким образом я вас вижу. Веды считают иначе. Они считают, что когда я на вас смотрю, то тонкое тело мое соприкасается, обменивается психической энергией с вами. То есть по факту мы с вами перемешиваемся во время взгляда мы перемешиваемся. То есть настроение ваше попадает ко мне, мое, к вам и таким образом мы с вами очень сильно взаимодействуем. Это не просто там в сетчатку что-то попало, там что-то отразилось, бац, условно рефлекс. А может быть не отразилось, тогда нет никакого рефлекса. Понимаете? То есть это не так. Когда мы смотрим друг на друга, это может быть очень сильное воздействие. Так? Взгляд, звук может дать сильное воздействие в зависимости от того, насколько мы близко относимся друг к другу. Так? Это означает, тонкое тело может взаимодействовать на расстоянии друг от друга, а может очень близко проникать друг к другу, близко и глубоко. Таким образом, ум это структура психическая, как остов, на котором все функции в нашей жизни происходят. Во-первых, ум контролирует все функции грубого тела. Каналы, вот эти шротасы психические, они, это тонкие психические каналы, которые полностью регулируют всю деятельность нашего организма. Вот мы там не знаем, что там происходит с пищей, когда мы ее заблотили. И никому не интересно, потому что все знают, когда придет время, так раз, и понятно, что надо идти куда-то. Так? То есть, промежуточный этап мы не знаем, что там происходит. Мы не знаем, как всасывается пища в клетки, как там, что в клетках в этих происходит, как она идет по кишечнику, мы не знаем. Мы знаем, когда кушать хочется и когда еще что-то хочется. Мы это знаем, так? Все это происходит в результате деятельности тонкого тела. Мы тоже ничего не знаем об этом тонком теле. Мы знаем, что мне нужна любовь, Олег Геннадьевич, мне нужна любовь и нужны отношения с мужем. А вы какую-то несете мне сейчас эту теорию, теорию, которая мне вообще в жизни не нужна. Но сейчас немножко как бы все-таки теории. Идея в чем заключается? В том, что вот это психическое тело, мы должны знать, как оно устроено, потому что мы сейчас от него будем отталкиваться дальше. Смотрите, то есть есть пять чувств у тонкого тела ума, есть пять чувств. Каждый действует по-разному. Например, чувство слуха связано с разумом. Разум это психическая структура, которая над умом находится, и она, эта психическая структура, управляет нашей судьбой. От ее развития, вот этой структуры разума, зависит вся наша судьба. И слух, чувство слуха, контактирует прежде всего с разумом, а потом с умом. прежде всего с разумом. Это означает, что звук меняет судьбу человека. Как говорят, с кем поведешься, от того и наберешься. Поведешься это не означает, что ты на уроке посидел, пописал и пошел. Нет, поведешься означает близкие отношения. Очень близкие отношения, то есть глубокое слушание, слушание, в котором ты всем сердцем хочешь понять. Это меняет судьбу. Такое слушание. Если ты слушаешь просто так, ну типа, ну что он там говорит, то ничего не меняется. Как было, так и есть. Все остается прежним. Понимаете, то есть слушание это серьезная штука. Оно очень важно знать, кого слушать. Часто люди неразборчивы в слушании. То есть мы включаем телевизор, листаем там каналы и смотрим. О, этот, послушаем. Мы не знаем этого человека вообще. Мы не знаем, что у него за жизнь. Как он, и потом его звук, он же меняет нашу судьбу. Это же звук меняет судьбу. Если мы очень серьезно, внимательно слушаем. песенка, кто-то сказал кому-то важные слова. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. И жизнь поменялась, да? То есть сказала, и жизнь поменялась. Важные слова сказал. То есть для того, чтобы она поменялась, надо же поверить. Да? А если поверила не тому, кому надо, то тогда другой вариант. Поверила, поверила, и больше ничего. Один раз в год сады и цветут. то есть убежал. Вот. Видите, то есть звук имеет важное значение. Вера, слово вера, оно связано со звуком очень сильно. Вера не возникает просто от того, что что-то прочитал. Взгляд связан с умом. Следующее чувство, взгляд связан с умом. По глазам можно видеть судьбу человека. Хороший период в судьбе идет или плохой. Настроен человек правильно в жизни или неправильно. Будет общаться с тобой хорошо или плохо. Хорошее настроение или плохое. Больной или здоровый. Хорошая судьба, тяжелая судьба. Все это видно в глазах. Но в глазах также видно и гораздо больше, если человек хочет это видеть. Вижу я рассвет в твоих глазах. Да? солнце луч как-то любви и свет ты приносишь мне рассвет. Человек видит рассвет в глазах. Это уже означает духовное видение. Это более глубокая способность видеть. Ты приносишь мне рассвет. Это более глубокая способность видеть. Она основана на вере. Вот смотрите допустим люди полюбили друг друга влюбились да? У них возникает вера друг к другу такая спонтанная вера. Но вера это серьезная штука. Если мы спонтанно просто поверили то какой результат получается из этого? Тоже спонтанный. Так? И как бы одни люди утверждают что любить надо сердцем а другие говорят что надо любить разумно. Кто прав? Сердцем надо любить. Хорошо. Вариант предлагаю сейчас любви сердцем. Ах мамочка на саночках каталась я везде. Повстречалась с корюшкой на свое ягодушко. Ах мамочка зачем? сердцем. Второй вариант такой. Любить разумно. Тоже не совсем. Так вот предлагается другой вариант. Надо любить сердцем с помощью разума. Для этого надо быть разумным человеком. Понимаете? Это непросто. Вот. Но мы сейчас сначала разберемся что такое разум. Вот ум смотрите чувство слуха связано с разумом. Чувство зрения связано с умом. Тактильная чувствительность она связана с умом и с разумом вместе. Она очень важна в жизни тактильная чувствительность. поэтому кого попало трогать мы не хотим. Нам не нравится алкоголиков трогать. Нам не нравится кушать грязными руками. Неэстетично мы чувствуем неэстетическое чувство. Хоть мы знаем что не заразимся допустим но нам неприятно. То есть это тактильное чувство но связано с разумом сильно. Мы не хотим ходить грязной одежде. Если я разумный человек. Иногда человек деградирует ему все равно к какой одежде ходить. Часто если человек ходит в грязной одежде это признак того что он уже потерял себя. То есть мы говорим человек разочаровался в жизни. Он не моется. То есть видно что тактильное чувство с разумом очень сильно связано. Дальше следующее чувство это чувство вкуса. Пять чувств. Оно связано с психической энергией. Человек который разбирается что кушать у него больше силы. Если он не разбирается меньше силы. Или допустим его кормят чем попало. Я помню я в армии служил и нас кормили салом основная еда была сало и каша. Каша с салом или сало с кашей. там в зависимости от пропорции. И как бы я постоянно чувствовал что я сплю. То есть у меня не было силы. То есть я ходил у меня не было силы. Я иногда стоял вот так смирно и меня вело. Потому что я засыпал даже стоя. И не потому что я не высыпался. Мы спали нормально. Просто не было силы. потому что кушали время пошло. То есть сел за стол время пошло. Я до сих пор не могу привыкнуть кушать медленно. После этого уже столько лет прошло. И мы учились кушать там особое подразделение учились кушать за 5-7 минут весь обед. Понимаете как бы соответственно все усваивалось. И то есть чувство вкуса оно связано с психической энергией. И энергия бывает позитивная и негативная. Если человек кушает позитивную пищу то у него позитивная энергия. А если он негативную пищу кушает то у него негативная энергия. А какая пища позитивная какая негативная это ваше домашнее задание. Вы сами разберетесь в этом вопросе. Потому что этот вопрос очень болезненный. Я не буду сейчас о нем говорить. сразу мы отвлекемся от основной темы. Правильно. Есть такая наука ведическая прашна называется. Там есть описано что когда очень важное что-то говоришь то всегда будет протверждение в виде чиха кашля того что что-то падает на пол или в виде стука какого-то резкого звука или сирены с улицы. То есть мы сейчас будем на лекции когда что-то важное скажется то мы увидим как это работает Господь будет подтверждать слова с помощью резкого звука какого-то или какого-то события которое в зале происходит. Например я говорил о отношениях между воспитанием детей на одной из недавно лекций сразу вспомнил и когда была такая кульминация самая важная мысль которую я не знал как сказать и когда я ее сказал то в зале возникла гробовая такая тишина ну то есть ведь от внутреннего состояния зависит понимание и в это время этой тишины маленький маленький ребенок который сидел в зале с мамой он наверное месяцев семь или восемь ему он очень в сердцах очень взвизгнул ну так ну как пискнул с очень как бы чувством глубоким что это по теме сказано по теме и сразу как бы атмосфера разглядилась с душем то есть он подтвердил что это правда ну потому что маленький ребенок он же не понимает что происходит внешне но вот эта штука у него работает самый третий способ слушания у него работает лучше всех он знает точно где правда или нет кого надо слушать кого нет поэтому воспитывать детей бесполезно если ты сам не ведешь себя правильно в жизни нечестный человек то и ребенок таким же будет невозможно ему ничего объяснить он у него не работает система вот это объяснять невозможно внутренняя жизнь основа жизни если человек ее не ведет значит он будет страдать так же и в том что он не сможет своих детей воспитать итак чувство осязания является самоповерхностным оно связано с грубым телом и когда касается речь грубого тела очень сильно к нему отношение имеет что-то то надо включается чувство осязания должно включаться по идее например когда мы что-то покушать хотим мы должны сначала понюхать потому что если эта пища наполнена токсинами или она испорчена то запах сразу об этом скажет вкус не всегда потому что вкус очень сильно связан с собственной деятельностью человек если ему блюдо нравится он может половину блюда съесть и только тогда понять что чуть-чуть подпорчено на самом деле сильно может быть подпорчено чувство вкуса оно не всегда нас правильно как бы информирует но чувство осязания обоняния очень сильно информирует и все животные сначала нюхают пищу а потом едят потому что они не знают по названию пищу они не понимают по названию не совсем доверяют тому что они видят может быть это не то что-то они нюхают сначала, потом едят. А мы сначала едим, потом нюхаем. Почему? Потому что иногда бывает так, что что-то не то потом, да, происходит, и мы нюхаем. Точно не то или не то? Вот веды говорят, надо сначала нюхать, потом есть. Даже человеку. Потому что я проводил такие эксперименты. У меня друг с серпентарием, за ним у него серпентарий, змеи как бы кобра разводит. И он мне показал кристаллики каприльного яда. Я спросил, запах есть? Я изучал запах. Он говорит, запаха нет. Но он говорит, ну вот эти кристаллики, он мне показал, могут убить 10 тысяч человек. Вот это вот количество кристалликов. У него такая была небольшая ложечка, он собирал яд каприльный. 10 тысяч человек. Таких белые кристаллики, беленькие, без запаха. Я взял, понюхал. Я почувствовал запах смерти. Если вы меня спросите, как пахнет смерть, как пахнет каприльный яд, я сейчас вам объясню. Когда я понюхал каприльный яд, то сердце замерло в мои груди. Я застыл от изумления. Холод пробежал по всему моему телу. Глаза расширились. И потом всю ночь мне снилась кобра вот так передо мной стояла. Прямо перед глазами. Так пахнет каприльный яд. Поняли какой запах? В запахе важна самая характеристика внутренняя. Понимаете? То есть, не важно там сладкий, не кислый. Важна опасность вот эта вот. Опасность, которая в запахе может быть. Именно об этом я говорю. Причем даже у человека нет нюха. Если он нюхает, у него заложен нос, он нюхает, он опасность от продукта будет чувствовать все равно. Итак, мы с вами говорим о чувствах. Что такое чувство? Глаза это чувство или нет? Нет. Глаза это орган чувств. А чувства принадлежат тонкому телу. Когда грубое тело умирает, глаза умирают или остаются? Умирают глаза. А вот тонкое зрение остается. И человек в тонком теле, когда он выходит из грубого тела, я это видел своими глазами, потому что я могу видеть тонкое тело, я видел как человек, который вышел из грубого тела, мой один знакомый тело оставил на моих глазах, он вышел из тонкого тела и осознал себя снаружи. Я это видел своими глазами. Начал видеть все, что происходило вокруг. Итак, чувство зрения, чувство слуха, осязание, обоняние это тонкие вещи, они принадлежат уму, они не умирают. Понятно? Не остаются с человеком. Как поется, песня остается с человеком, песня не расстанется с тобой. Ну, так же можно и про чувства сказать. Вот. Понятно, да, система? Если понятно, давайте про разум поговорим. Ну, то есть в уме что есть? А нет, про ум еще немножко. В уме есть. Самое главное в уме, вот здесь в области сердца есть такой шарик, я это вижу как шар, то есть я воспринимаю это как шар. Я человек, который занимаюсь наукой в области изучения тонкого тела, много лет уже. Для того, чтобы не лечить людей, мне нужно порядка 20 показателей снять с человека, тонких, которые невозможно никак измерить. И эти показатели определяют конституцию человека во время лечения. Если я ошибусь в одном из показателей, то человеку не поможет. И для того, чтобы не лечить, мне надо тоже такие же тонкие показатели у дерева снять, деревья, веток там, коры, которых я использую, камни. И если я должен совместить человека с корой там, с деревом, понимаете, ну то есть все это поставить как надо, чтобы это работало правильно. Тончайшее знание. Болезни все находятся в тонком теле. Там есть каналы психические, которые отвечают за здоровье человека. Они сразу сравниваются, если наше тело иногда сравнивается с городом. И в городе есть шоссейные дороги. Вот эти шоссейные дороги в Эрвиде называются дату. Это такие слои энергетические у нас в теле, как матрешка, одно дата в другом. Эти дату, они как бы проводят энергию между различными органами, системами. И с каждого человека эти тонкие каналы забиваются в течение жизни. Причем есть четыре канала, которые забиваются у всех больше, чем все остальные каналы. И эти четыре канала дают четыре типа хронических заболеваний в организме. Это мне надо протестировать все, и потом поставить кору, которая будет выталкивать вот эту забитость каналов из тела. И таким образом человек в течение нескольких месяцев это происходит. И он постепенно избавляется от хронического заболевания, которое обычным образом не вылечишь. Понимаете, вот такая медицина интересная. И мои исследования подтверждают ведическое знание. То есть я на основе них веду исследования, и это все подтверждается наукой. Допустим, я определил конституцию человека, да? Три вида конституции есть тонкой. Допустим, я ошибся, мы ставим кору, ветки, и человеку плохо становится. Я смотрю ошибку, вижу, оп, неправильно определил конституцию. Меняем, становится хорошо. То есть эта наука очень четко, практично, она работает всегда, когда есть ошибка. Она видна. То есть это наука. Это означает, что тонкое тело существует, оно работает, в нем есть свои законы. И точно так же, как вот эти конституции, я также воспринимаю, что есть вот здесь внутри, у человека это описано в ведах, такая структура, шарик такой энергетический, внутри которого находится душа. Этот шарик, он несет в себе информацию о всех наших прошлых жизнях. И главное, что в этой информации, какие поступки мы совершали, и чего мы хотели, и чего мы делали. Как мы думали. То есть это действия, которые мы совершали в прошлых жизнях, они являются нашим паспортом в этой жизни. То есть по этому паспорту у нас будут наказывать. Понимаете, судьба будет нам свои экзамены давать в соответствии с тем, что там находится внутри. Это можно назвать глубинной памятью. И оттуда исходит закон кармы. Что это за закон? Закон причины и следствия, что мы совершали какие-то поступки в прошлых жизнях, сейчас мы за них отвечаем. Счастье и страдания приходят в нашу жизнь оттуда, изнутри. С этой точки зрения ничего не поменяешь. Вот как действует, все так и будет действовать. Есть еще другой момент, очень важный. Этот момент связан с разумом. Веды объясняют, что в зависимости от направленности разума меняется человека судьба. Судьба человека меняется. Спроси у жизни строгой, какой идти дорогой, куда по свету белому отправиться с утра. Иди за солнцем следом, хоть этот путь неведом. Иди, мой друг, всегда иди, дорогою добра. Ну, то есть, оказывается, есть разные дороги. Понимаете, Веды описывают три пути в жизни, четыре пути основных. Люди все живут, идут четырьмя путями. Первый путь, путь невежества называется. Это путь, в котором человек живет только для себя. Он говорит, я для себя живу, чего вы паритесь там? Как не надо, так и я буду жить. Не трогайте меня. Отстаньте от меня. Моя хата с краю, ничего не знаю. Наплевать, наплевать, надоело воевать. Моя хата с краю, ничего не знаю. Ну, может быть, не в этом случае. Но, по крайней мере, вот такая позиция жизненная. Когда человек живет для себя, он никого не любит, потому что все мешают ему быть счастливым. Понимаете? Потому что люди, как бы, не любят такой позиции. Когда человек живет для себя, это неприятно. И поэтому он воюет, враждует со всеми. Аллегорично в древних сказаниях говорится, что такой человек, который идет этой дорогой, теряет себя. Теряет себя. Ну, то есть, он деградирует. Медическим языком деградирует. Мы можем видеть, что мы учились с каким-то человеком вместе, допустим, в школе. Потом прошло много лет, мы его встречаем, а он весь уже деградировал. То есть, он спился, он ничего не соображает. У него совсем другое поведение, не как раньше было. Так? Называется деградация, невежественный путь. Дальше второй путь. Это путь страсти. Человек живет тоже для себя. Такой человек в страсти живет для себя. Но сам от себя это скрывает. Он всем говорит, что он живет для всех, для других. Думая, говорит, что я хочу для вас, все делаю. Но на самом деле он живет для себя. Но не знает об этом. Не до конца это осознает. И люди страсти, они постоянно играют какие-то роли. Они играют роли успешных людей, допустим. Для этого надо стильно одеваться. То есть, ходить как бы с чемоданчиком, всем улыбаться. Вот так вот. Вот. Или, допустим, роль у меня военного. То есть, я рыбачу на дороге. У вас такого нет в России. Есть рыбаки такие. У них вместо удочки, у них такая палочка с этими, с полосочками. И они ловись, рыбка большая, маленькая. Стоят на дороге. Опа. Поймал. И давай вот там. По шее ему. На денежки. Разводит морков на деньги, понимаете? На деньги разводит. Вот. И для этого ему надо очень крутой виктор. иметь, понимаете? То есть, это он играет крутого такого. Ну, допустим, если и к нему придет, допустим, какой-нибудь харахири, ну, то есть, этот рецидивист там, или какой-нибудь смертник, то он уже не сможет играть в эту игру. Как недавно, год назад, где-то был в аэропорту взрыв в Москве. И там дым такой стоял после взрыва. И один милиционер выпрыгнул из этого и закричал диким языком. Вместо того, что, по-моему, он же милиционер, у нас людей надо спасать. Он заорал, я жив, я жив! И побежал. Ну, то есть, видите, как бы милицейская одежда снялась в этот момент с него. То есть, страсть вся ушла куда-то, и он просто стал человеком, да? Который остался жив. Ну, то есть, понимаете, мы играем роли разные. Директоров, мы очень солидняк, там, кандидат, доктор наук, там, еще какой-нибудь, ну, солидняк. Или я безработный. Безработный. Ну, то есть, я безработный. У меня другой вариант, да? То есть, мы играем разные роли, это называется страсть. То есть, люди, как бы, ну, они по-разному, в зависимости от того, как надо, то есть, они меняют роли. Но это все не глубокие вещи. Это просто игра. Нет губины в этом во всем. И люди в страсти, они не могут так же семейные отношения построить нормальные. Неверственных людей вообще нет в семье. Даже если человек живет с неверственным человеком, он не живет с ним, как семья, просто мучается с ним. Почему? Потому что неверственным человеком, ну, плевать все, ничего не интересно. Он обычно выпивает там, как этот, в этом стихотворении, мы бандита, гонстерита, виванта и стриллианта, мы любита, держим банка, миллиона и плеванта на законы. Это такой русский язык в исполнении итальянца. Но неважно. Важно то, что, как бы, важно то, что, как бы, идея, в чем заключается. В том, что человеку наплевать на все. Он может и не бандитом быть, а просто ему на все наплевать. Страстный человеку не наплевать. Он, потому что, ведь, живет-то для других, как он считает. Но по факту, вот, если разобраться в его жизни, то можно видеть, что он постоянно всем недоволен. Он постоянно всех всеми ругается, выясняет отношения. Он постоянно всех мучает, воспитывает, учит чему-то. Он постоянно пытается, как бы, побольше себе денег привлечь в жизни. То есть, страстный человек тоже эгоистичную природу имеет. Но он это делает в рамках закона. Ну, закона семейной жизни, закона страны. То есть, он использует отношения для того, чтобы что-то сделать для себя. Веды говорят, что на земле не так много невежественных людей. По-настоящему честных невежественных людей очень мало. В основном, страстные люди. Есть также благостные люди. Благостные люди, они усвоили, поняли, что счастье настоящее находится в отношениях любви. А любовь настоящая, она... Она немножко другая. То есть, она искренняя, честная. И она труднодостижимая в жизни, на самом деле. Потому что искренне честное отношение очень трудно построить. Потому что в каждом человеке, веды говорят, у нас внутри сидит эгоизм. Это еще третья часть тонкого тела, которую мы еще не обсуждали с вами. Самое главное для нас, чтобы мы поняли, что у каждого человека внутри сидит эгоизм. Неправильное представление о своем счастье. Понимаете? Эгоизм соткан из понимания себя как личности. И главное понимание — это где искать счастье. Понимаете? То есть, в этом понимании, в эгоизме, суть — это ощущение, где я получу счастье. И у нас внутри вот такая заложена программа, внутри как в этом эгоизме заложена сила, что счастье всегда — это когда что-то для меня делают. Не когда я что-то делаю для других. Я о себе забываю. А когда для меня что-то делаю. Понимаете? Допустим, если я сейчас скажу на лекции. Вот если вы пожертвования сделаете кому-то, вы будете счастливы. И вы, допустим, идете и делаете пожертвования. И он такой взял пожертвования, как бы, и все. Вы говорите, а где счастье-то? Пожертвование сделано. А где счастье? Счастья нет. Это означает, что мы чего-то другого хотели. Понимаете? То есть... Или, допустим, я дарю цветы, да? Подарил цветы. Где счастье? Где улыбки? Где любовь? Или я приготовил, допустим, мужу жена приготовила покушать. А где спасибо? Понимаете? То есть эгоизм может как? Двумя способами проявляться. Он проявляется. Или я просто требую для себя чего-то. Тогда скандал. Второй способ. Я служу, а потом требую. Тогда зависимость получается. Но тоже нет любви. Любовь всегда, она имеет неэгоистическую, независимую природу. И она очень сложно достижима, потому что зачастую... Понимаете, в чем проблема? Почему мы не любим друг друга? Потому что для того, чтобы любить, надо соприкасаться тебе с неэгоистической природой того, кого ты хочешь любить. Потому что когда неэгоистическая природа соприкасается с эгоистической природой, то тогда эгоистическая природа во мне тоже вспыхивает. Она все равно же живет, она есть. И допустим, я вот, допустим, бескорыстно мужу приготовила, а он, гад, такой даже спасибо не сказал. Вроде бы бескорыстно приготовила, а все равно там внутри что-то екнуло. Это означает, что у нас не всегда хватает силы настоящее отношение строить, которые могут счастье принести. И об этом мы будем чуть-чуть сегодня тоже говорить, но в основном на следующих лекциях. Я сейчас такую обзорную лекцию делаю, чтобы мы могли потом ориентироваться в теме и глубоко понимать, о чем идет речь. Итак, три структуры тонкого тела. Разум, ум. Ум это основа нашей жизни. Там протекает жизнь в уме. Там протекает наша судьба в уме. В уме мы любим. В уме у нас находится настроение. Там же находятся у нас болезни. В тонком теле ума находятся болезни человека. Там же находится депрессия, тяжелый период жизни. И в уме находится разлюбило. Потому что это тоже карма. То есть повлияли планеты так, что у меня холод близкому человеку наступил. Разлюбило. Холод. Значает действие кармы. Смотрите. Давайте теперь трезветь сейчас мы начнем. Потому что веды говорят, что знание решает все вопросы в жизни. Только знание. Но одно условие. Знание должно быть правильным. Если неправильно, значит не решает вопрос. Смотрите. Моментик небольшой. Допустим, я кого-то любила. Опа. И разлюбила. Это означает, в буквальном смысле слова, я не испытываю счастья от этого человека. Что это значит? Первый вариант, который обычно приходит в наш ум. Это значит, что этот человек мне не подходит. Он у меня с ним несовместимость, которую я раньше не понимала. Первый вариант. Второй вариант. Более банальный, но он является правильным, согласно ведом. Что у тебя наступил плохой период в жизни, в котором у тебя наступила несовместимость. Но так как судьба идет волнами, то надо подождать пару лет. И у тебя наступит хороший период, в котором ты получишь с этим человеком опять прежнюю совместимость. Что с тобой стряслось вдруг опять? Быть может, я в чем виноват? Нельзя же молчать, упрямо молчать. И час, и другой подряд. Понимаете? То есть, как бы, приходит время, и люди опять встречаются. Ведическая культура, она как раз об этом говорит, что, Нужно подождать. Разум означает подождать. Но вы, допустим, можете мне сказать, разозвать, Олег Геннадьевич, ждать невозможно. Знаете, почему невозможно? Потому что мы рабы, рабы неправильного представления о счастье. Вот этот эгоизм, как раз, это самая страшная вещь. Она труднопознаваемая. Понимаете? Мы рабы внешнего представления о счастье. Потому что, если человек живет внутренней жизнью, Но наступил у него тяжелый период в жизни, Он все равно продолжает оставаться на платформе счастья. Ему тяжелее, конечно, жить стало, но он на платформе счастья находится. Потому что он счастье вырабатывает изнутри. Он не зависит от того, как к нему относятся в полной степени. Зависимость не такая. Не зависит от того, любит его или не любит. А он зависит от того, что произошло во время молитвы с утра. Внутренняя жизнь. И смотрите, внутренняя жизнь меняет ситуацию вовне. Если карма действует изнутри. Теперь давайте разберемся в вопросе, Почему мы не любим друг друга? Что произошло? Как люди, есть два способа разбираться. Мы садимся друг против друга, и начинается разбор полетов. Ну, то есть, ты все-таки первый мне сказал. Вот это вот. Помнишь, ты мне так сказал? И я потом вот так вот, и все. Из-за этого я ушла от тебя. А потом я сама не знаю, как все произошло. Вдруг, как в сказке, скрипнул на дверь. Все мне ясно стало теперь. Я ушла от тебя таким образом. Встретила другого человека. А все, из-за тебя. Потому что, помнишь, ты мне вот тогда сказал вот эти вот слова? И все. У меня вера в тебя пропала. И все. А потом, не виноватый я, он сам пришел. Это один способ решать проблему. И на самом деле проблема, она таким способом не решается. Потому что на самом деле все гораздо банальнее. Потому что приходит время, как песни поются. Наступит день, наступит час. И даже тоненькую нить не в состоянии разрубить стальное клено. Знаете? То есть наступает время, когда человек ничего не может сделать с тем, что происходит. И это происходит изнутри. Интересно, веды описывают структуру тонкого тела ума. Это связано с событиями, которые происходят у нас. Вот этот шарик, который, я сказал, глубинная память, он находится в самом низу тонкого тела ума, в самом глубине. То есть сравнивается с озером. Разрез озера как бы сравнивается. Это с разрезом озера. Само внизу находится карма. Или сравнивается с илом озера. Песок. Вот эти песчинки, кармы, они всплывают. Озеро, само вот слез воды, это наш ум. Там находятся наши мысли, чувства, ощущения, все прочее. Песчинка всплывает, и она проходит определенный слой воды. Вот этот слой человек сам не может чувствовать в себе. Но он очень сильно влияет на всех остальных. Вот, допустим, из меня исходит сила, которая заставляет мою жену не любить меня, допустим. Мне кажется, что она меня не любит. А за что, я не понимаю. И мне кажется, что это несправедливо. Но с позиции разума, смотрите, как разум преодолевает судьбу. Если человек знает, что есть закон кармы, то он предполагает, что это исходит из меня. И поэтому он не обвиняет жену в том, что она перестала любить. Он очень понимает, что эта сила изошла из меня и поменяла ее отношение ко мне. В результате человек что делает? Он начинает работать над собой, чтобы эта сила, которая исходит из нее, перестала действовать. Вернее, из меня на нее перестала действовать. Видите, в результате человек изменяет ситуацию. Вот, допустим, муж начал гулять. Есть два способа действовать. Взять ему, дать пинка под зад, и он тогда пусть гуляет дальше. Ну, наказать его, типа, ах, ты гуляешь. И кого тогда ты наказала, получается? Ну, что у тебя был муж. То, что он начал гулять, у него жены уже нет, так? У него и так уже эта проблема была. А у тебя-то был муж. Ты ему пинка под зад дала, теперь у тебя нет мужа. А у него и жены не было уже до этого, потому что он бросил же, начал гулять. А теперь, а у тебя был муж при этом? Какой? Гулящий. Ну, ты дала пинка под зад, теперь у тебя никакого нет. Да кого ты наказала? Саму себя наказала, потому что ты могла начать молиться, и в молитве победить свою судьбу, и в результате у него проснулась бы внутри какая-то определенная штучка, которая указывает на то, что карма побеждается. Знаете, эта штучка как называется? Совесть. И он идет к подружке, как бы к любимой. Для любимой я живет, липы шелестят. То есть он идет туда, а у него внутри вот сердце. Понимаете, вот здесь вот совесть. Ему тяжело уже идти, становится тяжелее, ноги тяжелеют. Он не может уже так, потому что жена ждет, она верит. И у меня есть дети, совесть, она на все это указывает. Говорит, у тебя гад такой, дети же есть. Они тебя любят, а ты идешь к любимой, к своей. А дети тебя любят больше, чем она, эта тетка. Тогда выбирай. И человек выбирает. Почему? Потому что есть молитва от жены. Идет молитва, и уже эта молитва означает, то есть деятельность разума. Разум побеждает судьбу, и теперь уже ей не положено быть одинокой. Ей положено, чтобы муж раскаялся, вернулся назад. И его тянет уже назад. А так как он действует не с платформы разума, то есть неразумный человек, он уже не может идти туда, куда его тянуло, а теперь его тянет в другую сторону, он туда идет. Понимаете, неразумный человек как живет? Он живет на волне. Счастье туда пошло, он туда пошел в жизни. Счастье туда пошло, туда пошел. На волне живет. А разумный человек, он не зависит от волны. Он выполняет свой долг в жизни. Он живет в соответствии с правилами. То есть правило такое. Я женился, значит я живу с женой. Признак разумности. Иногда будет тяжело, иногда будет лучше. Но я живу в семье.